Евгений Фидди на баскетбольной площадке 7 лет. Примером был отец, мастер спорта, игрок локомотива из минеральных вод. В 15 лет Женя переехал в Санкт-Петербург, чтобы продолжить серьезно заниматься любимым видом спорта. Говорит, уверенность, что станет профессиональным баскетболистом была всегда. Жень, загруженность твоя, баскетбол, я уже сказал, музыкальная школа, и понятно, что дети играли во дворе, хотелось проводить время, а тебе постоянно тренировки. Я думаю, музыкальная школа тоже много времени забирала. Ты же на фортепиано играл? Да, да, да. Но у тебя нет, по прошествии времени, нет того ощущения, что у тебя детства не было? Кто-то говорит, что у всех профессиональных спортсменов не было детства, потому что мы из зала в зал, домой, там вот это все. Но, в принципе, не могу сказать, что не было детства. В принципе, лето всегда я был свободен. Вот. Так, ну вот, на удивление, хватало времени учиться и тренироваться, еще и друзей много было, и всегда мы с ними гуляли там как-то, коммуницировали во дворе, всегда встречались. Вот. Так что я вообще не жалею ни о чем в этом смысле. Было классно. По мнению Евгения Фидия, главное качество успешного спортсмена – бойцовский характер. Не пасовать перед трудностями, уметь находить силы после поражений. Кризисы случаются в жизни каждого, но умение преодолевать их, продолжать двигаться к намеченной цели – качество чемпиона. Я предлагаю сейчас приступить к мастер-классу. Есть у нас кольцо. Мастер-класс. Импровизированное. Есть у нас мяч. Так что, Жень. Что будем делать? Покидаем, покидаем, покидаем. Сам-то ты занимался? Я, ну, я в школе, да. Я один раз даже палец сломал, мизинец. На, покажи. Здесь, конечно, площадка нестандартная. Опа. Ну, видишь, сразу задел. Нужно ножки добавлять. Ты мне еще, вот. Аккуратнее, аккуратнее. Ну, слишком уж широко, вот это стойка. Может, поближе подойти чуть-чуть. Вот, немножко. Вообще считается, как на ширине плеч ноги. Да, не нужно далеко вот так выставлять. А, ну, нужно стоять фронтально. Ну, грубо говоря, да, немного. Вот, если ты правша, правую ногу немного вперед. Дистанция броска регулируется ногами. То есть, ты должен, как комплексное движение сделать от ног, перейти в руки, в плечи. Точность уже, ну, и в кисть завершить. То есть, точность броска уже регулируется кистью, руками. Хотя моя техника броска оставляет желать лучшего, конечно. Но, как показывает практика, главное, умеешь это забивать. А не как ты это делаешь. То есть, не как ты бросаешь, красиво или некрасиво. Если ты умеешь, там, ну, вроде как... Может быть, и коряво, да? Вроде как коряво, да. Ну, научился ты так в детстве, там, или не научили тебя правильно, как у меня, там, это сложность всей моей карьеры. То есть, правильная техника как-то с детства не сложилась. И так вот у меня я вечно и борюсь. За право на бросок, можно так сказать. Сезон 22-23 стал для баскетбольного клуба «Химки» удачным. Бронзовые медали Суперлиги, участие в финале четырех Кубка страны. По итогу, Евгений Фидий был признан лучшим центровым. Сейчас команда готовится к предстоящему сезону. Планы амбициозные. Золото. Женя отметил, у команды есть все условия. В середине августа сборы в Кисловодске, в сентябре – товарищеские игры. Но самое главное – благодаря руководству клуба и тренерскому штабу в коллективе создали рабочую атмосферу. Очень приятно было пообщаться. Я с удовольствием буду приходить на игры. Я тебе очень благодарен, что мы встретились. И я думаю, что еще встретимся обязательно в течение сезона и по окончанию. Спасибо.